Думаю, мы можем начать. Сегодня у нас особенная лекция. Я рад представить вам нашего гостя Карла Айкона. Карьера мистера Айкона очень тесно переплетается с некоторыми темами, о которых мы уже успели поговорить в этом курсе. В частности, мы затронули понятие корпоративной демократии и книгу Бюррелла и Минца, которые утверждали, что акционеры настолько разобщены, что в действительности у них нет никакого контроля над собственными компаниями. А советы директоров фактически вечны. Однако Карл Айкон сделал карьеру на противостоянии этой парадигме в американском бизнесе. Он закончил Принстонский университет со степенью бакалавра философии в 1957 году. В 1968 он основал Айкон энд Компани, которая, в свою очередь, приобрела крупные пакеты акций в нескольких крупнейших корпорациях, включая RGR Nabisco, TVA, Philips Petroleum, Time Warner, Motorola. И когда его компания входит в капитал какой-то организации, она начинает всячески влиять на управленческие решения и старается изменить уже устоявшуюся деловую практику. Надо сказать, у них это превосходно получается. Итак, Карлу, я очень рад, что у тебя получилось присоединиться к нам сегодня. Рад видеть тебя, Боб. Было бы здорово, если бы ты мог рассказать свою историю нашим студентам, многие из которых только начинают свою карьеру. Как ты попал в этот бизнес и какой философии ты придерживаешься? Что бы ты им порекомендовал? Карьера, о которой ты спрашиваешь, началась просто. Я пришел на Уолл-стрит, и это было еще в 60-х. У меня за плечами был Принстон, один из лучших университетов, в который я попал из не очень благополучной средней школы. Насколько я помню, я был первым, кто туда смог поступить. Вообще, элитные университеты никого не принимали, и школ вроде моей. Как бы то ни было, я пошел на Уолл-стрит, мне показалось, что я был достаточно умен, и что это занятие мне подходит. Мне повезло попасть к Джеку Драйфусу. В 61-м я уже играл на бирже. На бычьем рынке можно сделать много денег, просто увеличивая свой левередж. Похоже, и ситуация развивается сегодня, так что я надеюсь, что наши ставки сыграют и на этот раз. Так вот, я занимал деньги, покупал конвертируемые бумаги и думал, что я гений. Кстати, свой первый капитал я заработал в покере. По-моему, я начинал с 8 или 10 тысячами долларов. Но как-то раз Джек Драйфус подошел ко мне и сказал, «Так ты потеряешь все свои деньги». В то время 90% моих денег были заемными. И я зарабатывал за две недели больше, чем мой отец за два года. Он тогда говорил мне, «Будь умнее, откладывай деньги». А я ему возражал, «Нет, надо играть дальше. Это мой шанс сделать состояние». Я очень хорошо помню день, когда купил кабриолет Galaxy. Это была прекрасная машина. Тем более, что она хорошо гармонировала с моей девушкой-моделью. В общем, дела у меня шли слишком хорошо. Но все достаточно быстро кончилось в 62-м году, когда рынок рухнул. У меня не осталось ни единого доллара. Даже деньги с покера испарились. Честно, я до сих пор не могу вспомнить, чего я лишился первым, то ли машины, то ли девушки. По-моему, эти два события произошли почти синхронно. Возможно, даже в один день. И после этого я понял, что пора мне научиться чему-то стоящему. Так я стал экспертом в опционах. У меня получилось собрать хорошую базу клиентов, и на этом я смог зарабатывать достаточно большие комиссионные. Просто потому что я изучил один инструмент вдоль и поперек. Вполне возможно, что я разбирался в них лучше, чем кто-либо другой на Уолл-стрит. Не хочу показаться надменным, но тогда действительно очень немногие хоть что-то понимали в опционах. В итоге, в 68-м году я купил место на Нью-Йоркской бирже не без помощи моего дяди. К тому моменту я уже скопил приличную сумму для тех дней. И затем я решил заняться арбитражом. Сделки по слиянию я тогда не трогал. Это, кстати, еще один урок. Вы все еще можете найти возможности для арбитража, но лично я уже этим не занимаюсь. С появлением компьютеров на рынке играть в этой области стало гораздо сложнее. Мне вообще с трудом даются компьютеры, я их не понимаю. Можете воспринимать это как шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Так вот, вы можете, например, купить конвертируемых облигаций и в то же время занять короткие позиции по соответствующим акциям. Риска нет. Зато есть огромный потенциал для заработка. В итоге такая стратегия принесла нам хорошую прибыль. Вообще, даже сегодня мы используем очень похожую идею. Мы покупаем акции в недооцененных компаниях, смотрим на имеющиеся активы. Тут, правда, все становится немного сложнее. Но в двух словах вам нужно определить причину, по которой акции оказались такими дешевыми. И обычно причина одна — очень плохой менеджмент. Так что в каком-то смысле эта стратегия похожа на арбитраж. Вы выбираете цель, покупаете долю в компании и затем пытаетесь что-то в ней изменить. Если вы читаете газеты, то, наверное, знаете, что мы пытаемся повлиять на Моторола. Так что если вам завтра попадется на глаза Wall Street Journal или, может быть, Times, вы увидите кусочек из того, над чем мы сейчас работаем. Многие в Америке, включая тех, кто работает в корпорациях или учатся в колледже, вроде вашего, не осознают, насколько плохо обстоят дела с менеджментом в большинстве наших компаний. Конечно, исключений тоже хватает, но общая ситуация плачевна. Нужно просто заглянуть внутрь пары фирм, чтобы это понять. Причина здесь лежит в отсутствии ответственности и слабой корпоративной демократии. Я не устаю говорить об этом в каждой статье, на каждом углу. Мы зарабатываем на этом огромные деньги, но при этом я же даже не менеджер, я не слушал никаких курсов и не так много знаю. Но я никогда не занимаюсь микроменеджментом. Я нанимаю очень хорошего управляющего. Он максимально урезает издержки и в то же время меняет структуру компаний. На мой взгляд, это очень большая проблема сегодняшней Америки. У нас дефицит качественного менеджмента. Мы теряем конкурентноспособность, потому что самые светлые и способные головы просто не добираются до высоких должностей. Я даже в шутку придумал метафору на этот счет и назвал ее антидарвинистской теорией американских корпораций. Кто имеет больше всего шансов стать генеральным директором? Знаете, есть такой тип людей. Они поступают в колледж и становятся президентами каких-то студенческих братств. И это неплохие люди. Они всегда готовы подставить плечо, их всегда можно найти в доме братства. С ними всегда можно поговорить, если у вас выдался плохой день. Нет проблем. Просто заходите к нему, жалуетесь на проблемы с девушкой, на заваленный тест или что-то в таком духе. Они вас всегда поддержат, купят вам выпить, выслушают, скажут нужные слова. Может быть, вы сыграете вместе партию в бильярд. В общем, обычное дело, и вы как-то привязываетесь к таким людям, начинаете считать их друзьями. Только вас не покидает мысль, а когда этот парень вообще успевает заниматься делами, раз целыми днями просиживает в клубе? Такие, как он, никогда не выделяются ни резкими высказываниями, ни умом. И потом этот человек попадает в корпорацию, где он хорошо чувствует настроение, знает, как сработаться с людьми. Но он не старается раскачать лодку, не выдает отличных идей, начальство не видит в нем угрозы. И благодаря этому он быстро идет вверх по карьерной лестнице. Потому что на самом деле в корпоративной Америке слово «ответственность» мало что значит. Знаете, много лет назад было такое шоу «Как преуспеть в бизнесе». Так вот, в нем этот момент очень хорошо отражен. Если у какой-то светлой головы появляется отличная идея, то первым делом в него стараются вбить мысль, что лучше бы ее попридержать. И так наш герой продвигается все выше и выше. И у него остаются только два качества. Он нравится людям, и он умеет выживать. Он четко понимает, когда его месту кто-то угрожает. Так вот, сегодняшние директора именно такие. Естественно, с некоторыми исключениями, но все же. И они не копаются в делах компании, не конфликтуют с советом директоров. Знаете, кто становится вторым лицом в компании после директора? Точно такой же человек, который умеет выживать. Но СЭО наших корпораций не хотят держать за собой кого-то умнее, кто может их сместить. Так что вторым лицом становится такой же человек, только немного глупее, но который нравится совету директоров. Поэтому он будет самым очевидным преемником на место СЭО, когда тот уволится. Вот так президент студенческого братства становится генеральным директором. И в этом качестве он тоже найдет себе заместителя. И тоже немного глупее, чем он сам, по тем же причинам. Так что по определению, в ближайшем будущем нашими компаниями будут управлять идиоты. И, честно говоря, мы находимся не так уж и далеко от этого момента в нашей экономической истории. Вот с такой проблемой мы столкнулись сегодня. Надо сказать, что пока наша страна чувствует себя неплохо, несмотря на ничтожное качество управления. И это неудивительно, потому что последние 20 лет мы фактически шли по ковровой дорожке. Мировая экономика переживала взрывной рост, и мы отовсюду получали дешевые товары. А это не давало инфляции расти. Проще говоря, если у нас нет инфляции, то ФРС не составляет труда закачивать деньги в экономику. Именно это и происходило. Деньги лились рекой. Это можно сравнить с бочкой пунша на вечеринке. Мы все собрались около нее, пили сколько хотели и наслаждались собой, в то время как весь остальной мир покупал у нас доллары и радовался тому, как Америка развивается. Чем-то напоминает небольшие городки, где всегда есть одна семья, которая почти не работает, только валяется у бассейна, веселится, устраивает вечеринки и транжирит деньги на красивую жизнь. А остальная часть города вкалывает на заводах или где-то еще, создавая для них товары, еду, одежду и все, что те пожелают. А семья выдает им долговые расписки, то есть, по сути, ничего не делает, но ведет свободный образ жизни, когда все остальные работают. И в какой-то момент жители города говорят, «Зачем нам ваши расписки? Вы же потратили все свои деньги!» Наша страна сейчас оказалась в похожей ситуации, только вместо расписок у нас доллары, которые мы распространяем по миру, а взамен покупаем товары по бросовой цене. Но мы вплотную подошли к границе, когда доллар начнет терять свою ценность. Это уже происходит прямо сейчас. Если вы читаете газеты, то наверняка это заметили. Поэтому в нашей экономике возникла серьезная проблема. Кроме того, за последние 5-10 лет мы наошибались и с недвижимостью. Это в чем-то напоминает тюльпаноманию. Помните, Голландия пережила глубокий кризис в 17 веке, когда тюльпаны стоили дороже золота? Все покупали и покупали эти луковицы непонятно зачем. А потом кто-то спросил себя, «Ну и что я с ними буду делать?» И после этого их экономика рухнула. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но наши банки совершили ту же самую ошибку. Они хотели заработать больше денег, и инвестиционные банки на Уолл-стрит выпускали разного рода бумаги с ипотечным обеспечением. Из-за этого кредиты на дом стали выдаваться даже тем, кто и дом-то позволить себе не мог. Поэтому сегодня мы имеем свободно обращающиеся саппраймовые ипотечные бумаги на 3 триллиона долларов. Как вы уже увидели, это вызвало серьезный кризис доверия. И я не думаю, что худшее уже позади. Правительству удалось лишь частично потушить этот пожар, разрешив банку Джей Пи Морган поглотить Бэр Стернс. Я не хочу вдаваться в детали, но это очень занятная история. В любом случае, у нашей экономики возникли проблемы. Я думаю, что они проявятся еще сильнее в течение следующего года. Боб может рассказать вам о том, что происходит сейчас с рынком недвижимости. И очень многое зависит именно от этой отрасли. Потому что если мы не сможем вернуть цены на дома к прошлым значениям, многие их владельцы не смогут делать выплаты по ипотеке. Да, они и не захотят. Им проще будет бросить свои дома. Если так произойдет, то банки получат всю эту недвижимость как залог по ипотеке. И это наверняка приведет, даже скорее уже привело, к рецессии. Причем у нее есть все шансы стать еще более острой. Поскольку сегодня, и я уже скоро закончу, сегодня наша экономика несет на себе долгов на 6 триллионов больше, чем может себе позволить. Весь наш средний класс пустился во все тяжкие в последние несколько лет. Люди накупили домов, набрали кредитных карт и стали сметать с полок все подряд. И сейчас я не уверен, что они смогут погасить эти лишние 6 триллионов долларов. Но даже если смогут, то у них не будет стимула покупать новые вещи, новые товары. Вместе с инфляцией это неизбежно приведет к снижению доходов корпораций. Я общался с несколькими очень хорошими экономистами, и они говорят, что на их взгляд, средние доходы компаний из индекса S&P упадут на 20% в следующем году. Так что наш фондовый рынок сегодня стоит на краю пропасти. Невозможно предсказать, в каком направлении он будет двигаться. Вам стоит задумываться обо всех этих вещах, тем более, что вы их сейчас активно изучаете. Но я считаю, что перед нами открываются не только трудности, но и огромные возможности. Например, сейчас Уолл-стрит получила шанс купить много компаний на хороших условиях. Так что если вы еще не определились с карьерой, то Уолл-стрит может стать неплохим вариантом. Я не хочу сказать, что если у вас талант писателя или вы играете на скрипке, то вам надо бросить все и идти на стрит. Но там все еще можно сделать хорошую карьеру. Вообще, я думаю, что корпоративный сектор извлек для себя какой-то урок из этой истории. И в ближайшие годы мы сможем сделать топ-менеджмент компаний подотчетным акционером. Но прямо сейчас количество злоупотреблений огромно. Чего стоит только средняя зарплата директоров, которая в 400 раз выше, чем у рядового сотрудника. При этом они просто не отрабатывают эти деньги. Это происходит из-за отсутствия ответственности. Акционеры не голосуют против такой политики, им часто все равно. Хотя здесь есть свои причины. Совместные фонды и финансовые институты, которые владеют большими пакетами акций, не любят голосовать против менеджмента. Но люди вроде меня и нескольких других активистов пытаются с этим бороться, и мы не боимся ввязываться в борьбу за контроль над компаниями. Посмотрите на то, что происходит сейчас в Мотороле. Я надеюсь, что эти усилия позволят молодым людям, вроде вас, увидеть новое лицо корпоративной Америки. Честно говоря, я думаю, что Принстон чуть лучше, чем Ель. Но и Ель тоже очень хороший университет, и вы входите в число лучших из лучших студентов в этой стране. Если вы сейчас думаете о своем жизненном пути, то я бы посоветовал присмотреться к карьере в корпорациях или на Уолл-стрит. Здесь как никогда будут нужны светлые головы. И я полагаю, что с появлением прозрачности и ответственности менеджмента в компаниях вы будете достойно вознаграждены за свой выбор. Нашим компаниям в любом случае придется эволюционировать и принять идею корпоративной демократии, чтобы снова стать конкурентоспособными.